Вот вся моя жизнь сознательная, все мое детство в том числе прошло среди людей, которые вот в том числе и на параде победы будут наверняка, потому что я вырос в семье военных, так уж оказалось, что я сижу здесь, а мог бы оказаться в другом месте, может быть я оказался бы и недалеко от нашего следующего гостя, ну может быть даже в его подчинении. Ты мог пойти на службу по контракту, как я тебе уже говорила, но сегодня ты это утро встречаешь здесь со мной, я надеюсь ты от этого счастлив. Ну а с нами на связи наш гость Сергей Ардашев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Ростова-на-Дону. Сергей, доброе утро. Доброе утро, очень приятно, спасибо большое за приглашение. А нам-то как приятно, вот сейчас мы с Ириной тут, по крайней мере есть о чем нам поговорить за кадром, как она хочет меня отправить на контрактную службу. А вообще, Сергей, давайте начнем с того, как сейчас обстоят дела с желающими, много ли желающих вообще, что со статистикой, так скажем. Ну примерно. Примерно, да. Да, разрешите начать. Значит, у нас в пункт отбора обращаются граждане призывного возраста и постоянно на сегодня уже порядка 150 человек, это жители города Ростова-на-Дону, изъявили желание поступить на военную службу по контракту, прошли все мероприятия отбора и в настоящее время служат в частях и соединениях Министерства обороны, как на территории города Ростова-на-Дону, Ростовской области и вообще-то по всей территории нашей страны. А есть какие-то критерии отбора? То есть, вот допустим, я могу пойти на службу по контракту или только Гена? Может, даже и он. Да, есть определенные ограничения, так и критерии. Значит, основным критерием это возрастные ограничения. На военную службу по контракту, первый контракт, могут заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Затем им необходимо пройти мероприятия по физической подготовленности, сдать мероприятия профессионально-психологического отбора и пройти медицинскую комиссию. По результатам этих мероприятий, пунктам отбора принимается решение о соответствии с его занимаемой должности и после этого кандидату бывает учащий для заключения контракта. Обязательно же, я так полагаю, до этого, чтобы человек прошел обычную обязательную службу, да? То есть, которая по возрасту положена? Нет. Сейчас действующее законодательство предполагает даже поступить на военную службу по контракту, минуя военную службу по призыву. То есть, граждане призывного возраста, которые получили среднее профессиональное, либо высшее образование, могут по их желанию выбрать место службы, воинскую часть и поступить на военную службу сразу по контракту. Но в этом случае им придется заключить первый контракт на два года. Сергей, а все вот эти критерии отбора, процедуры отбора, то есть медицинская, проверка физической подготовки, она точно такая же, когда молодых парней призывают в армию, ну вот как на обязательную службу, да, о которой мы говорили? Или все-таки, когда это служба по контракту, там немножко по-другому все проходит? Да, чуть-чуть по-другому, и речь идет о чем? Служба по контракту – это добровольный вид извеления граждан. В связи с этим мы обязаны проверить их более тщательно. Для этого самым основным мероприятием, отборочных мероприятий является прохождение профессионального психологического отбора. То есть, кандидат при написании заявления на конкретную воинскую должность обязан пройти эти мероприятия, чтобы мои специалисты выявили, соответствует он этой должности по своим морально-деловым качествам или нет. Также он должен пройти мероприятие по проверке его физического состояния. То есть, он должен сдать нормативы по физической подготовке. Нормативы делятся на три критерия – это быстрота, сила и выносливость. Если кандидат по каким-то причинам с первого раза не сдает эти нормативы, то мы, естественно, даем возможность ему еще раз прийти, сдать. Как говорится, ни от кого мы не отказываемся, всем помогаем и ждем нормальных ребят у нас на пункте от города по адресу. Город Ростов-на-Дону, улица Волково, дом 19. Обязательно приходите. По поводу физической, может быть, у кого-то сомнения в плане меня возникли, а вот по поводу психологической я работаю с Ириной Касариной, поэтому подхожу 100%. А вот, Сергей, а куда территориально попадают новобранцы? То есть, вы, буквально несколько минут назад, ну так, в двух словах сказали. Давайте сейчас конкретно, куда эти новобранцы отправляются, вот когда уже заключены контракты? Ушли после Волкова 19. Если, значит, в чем, как говорится, преимущество выбора военной службы? То есть, любой кандидат на военную службу, исходя из своего желания, может выбрать место службы и воинскую часть. Мы предоставляем возможность служить как на территории Южного военного округа, то есть, допустим, в нашем случае это 150-я дивизия на территории Ростовской области, 103-й мотострелковый полк на территории города Ростова-на-Дону. Если же ребята хотят поехать, допустим, прослужить на флоте, можем предложить воинские части на территории полуострова Крым, там стоит Черноморский флот, тоже ребята от нас туда с удовольствием идут. Сергей, а социальные гарантии какие государства дают, если можно, в двух-трех предложениях? Да, значит, при заключении контракта, военнослужащему по контракту положено, естественно, денежное довольствие. Денежное довольствие при условии, если он ранее не проходил военную службу, не имеет в услуге лет, у него начинается 27 тысяч рублей. То есть вот он пришел, допустим, кандидат молодой, выбрал военную службу по контракту вместо военной службы по призыву, пришел, заключил контракт, ему положено изначально в месяц 27 тысяч рублей. Но если он попадает, допустим, в части спецназначения или части, которые выполняют задачи специальные, то там денежное довольствие, естественно, увеличивается. Есть надбавка за особые условия службы. Если же кандидат, допустим, физически подготовлен и способен сдать нормативы по физической подготовке на высокий уровень, также надбавка до 70% к окладу по воинской должности. То есть если человек мотивирован, если он занимался, как говорится, своим здоровьем, то он может получать порядка 50 тысяч рублей сразу, приходя на военную службу. У меня просто запрестили глаза, просто запрестили. Естественно, в любой воинской части есть жилищное, военнослужащим предоставляется жилье, жилищное обеспечение. То есть можно, в зависимости от выбора части, можно жить непосредственно в воинской части, в общежитиях публикового типа, либо снимать жилье. Сейчас под наем жилья компенсируется государством по фактическим затратам. Медицинское обеспечение бесплатное, продовольственное обеспечение бесплатное, ну и право выхода на пенсию после 20 лет военной службы. Также при заключении нового контракта, если вы на служащий собирается продолжить службу, он становится участником накопительной ипотечной системы. В этом случае ту квартиру, которую он выбрал, заключает договор с банком, и в период его службы банк гасит за него эту ипотеку. А после 20 лет эта квартира переходит ему в собственность. То есть, грубо говоря, в 40 лет можно уже выйти на пенсию со своей квартирой. Не сыпьте меня соль на рану, Сергей. Не сыпьте меня соль на рану. Начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Ростов-на-Дону, Сергей Ярдашев, был с нами на связи. Я, ну не то чтобы... Ну, короче говоря, если вдруг ты меня прогонишь, я знаю, куда я пойду. Я тебя, Ген, не прогоню, но в любом случае в 40 лет могло бы быть у тебя все лучше. Сергей, вам огромное спасибо. Побольше вам контрактников. Вам здоровья. Будьте счастливы. Улыбайтесь, несмотря ни на что и вопреки всему. Большое спасибо за внимание.